Всем привет, друзья! С вами Нильфгорн, это следующая серия по игре Факторио. И в этой серии мы начнем, наверное, таранить вот эту территорию, то есть начнем таранить золото, обстраивать золото. Есть другая проблема, которая уже назревает. У меня начинает качаться медь, и с ней тоже нужно будет что-то делать, нужно будет решать проблему с медью, притом кардинально. Потому что, ну, осмотрев, так сказать, участки, большого количества меди я не нашел. Знаете, такого участка, ради которого можно было бы сделать фортпост, да, то есть укрепляться и все дела. То есть вот здесь вообще меди мало. Смотрите, вот здесь небольшой кусочек, вот здесь небольшой кусочек. Ну, вот здесь вот небольшой кусочек. Вот кусочек, вот кусочек. Вот кусочек. То есть самое ближайшее, что как бы было бы мне интересно, это вот. Ну, либо вот эти два кусочка, вот эти два кусочка. Еще возможно. В общем, надо будет заниматься этим. Да, здесь идет постоянная модернизация, постоянная доработка базы. Я постоянно что-то докручиваю, ставлю еще что-то в этом роде. Постоянно идет такое. Так, кстати, я могу уже делать, уже могу делать пушки последнего уровня. Это вот, вот эти вот, с уроном 250. Довольно-таки круто на самом деле. И даже я бы, наверное, вот так вот потихонечку их вообще перестраивал. То есть перестраивал старые пушки в новые. И почему... Я, кстати, и раньше мог бы начать, потому что для них всего лишь нужны титановые были подшипники. Так как они у меня не производились, потому что не было масла. То есть они производятся именно с машинным маслом, то и у меня их и не было как бы. А теперь они у меня поставляются постоянно в инвентарь, благодаря дронам. И все как бы работает, все автоматизировано. Так, ну что же, давайте приступим. Наверное, сначала первое, что надо бы сделать. Посмотреть, сколько у нас патронов. Вообще, как у нас дела с патронами. Патроны есть. Потом сделать довольно-таки приличный заказ на стены. Потому что стен придется много. Ну, большое количество мне ставить там. Давайте 600 стен возьмем. Мы сейчас еще освободим здесь инвентарь. Трубы поскидываем, да? То есть давайте вот трубы скинем все. Они в данный момент мне не нужны. Кстати, паровые двигатели практически полностью модернизировал всю паровую систему. То есть вот здесь вот теперь все по-другому выглядит. Там стоят практически самого последнего апгрейда паровые печи, нагреватели, котлы. То есть там вообще все сейчас очень круто. Там стоят вот нагревательные котлы, по-моему, второго, МК-2 и паровые турбины МК-3. То есть титановые трубы проведены. То есть там вообще сейчас очень все так, ну, прям шикарно. Так. Мелкокалиберные турели МК-3. Я еще могу сделать, наверное? Не могу, потому что еще, нет, могу, но не хватает, не хватает титана. С титаном давайте тоже поступим так же, как и с другим. То есть титан тоже начнем загружать. Кстати, я бы еще, знаете, что хотел сделать? Я бы хотел контролер на интегральных схемах сделать и сделать себе новый танк. МК-2 танк. По-хорошему бы надо, да? То есть на 1500 урон будет. Давайте посмотрим, как они сделаются. И может быть просто сделать, как бы, ну, напрячься и сделать самому. Серная кислота нужна для этого и полупроводниковые пластины. Давайте подумаем. Серную кислоту, в принципе, я могу, ну, могу себе добыть. Так, полупроводниковые пластины. Пластмасса, полупроводниковые пластины мы сейчас возьмем. Давайте где-то вот здесь они производятся. Блин, вот по поводу освещения до сих пор так. Вот так вот включаем подсветочку. Вот они, полупроводниковые пластины. Воу, великолепно. Большое количество. Так, теперь нужно, знаете, куда сходить. Вот все, вся загвоздка вот в этих полупроводниковых интегрированных компонентах. Вот вся загвоздка, только в них. Так, теперь нам нужно найти, где серная кислота. У нас серная кислота, вот она, просто в большом количестве. И смотрите, мы сейчас просто сделаем как. Так, блин, вот трубы только выложил и сразу они мне понадобились. Так, делаем один завод. Мне больше не нужно один завод. Один, где? Я вот сюда хотел брать. Ух ты, смотрите, я уже вот эти могу делать. Ускоренные конвейеры. Кстати, титановый подшипник, титановые шестеренки. Всего лишь здесь нужны. Я могу, воу, воу, даже так жидковато как-то встал. Так, ставим так. И здесь вот начинаем производить их. Нет. Вот эти. Так, серо пошла. И теперь мы просто докидываем сюда пластмасса. Ну, уже где-то было. Вот пластмасса. И вот. Так. Ставим. Так. И инвентарь нужен. Теперь единственное остается только подключить сюда электричество. Ну, как всегда, в самый подходящий, самый такой, знаете, эпичный момент. Вот, вот, вот сейчас состоится модернизация моего танка. О, боже. Посмотрите, как это медленно делается. Нет, давайте я вот так вот сделаю. И все-таки тогда запилю вот этот самый, 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 самый крутой. Самый крутой просто механизм, который вообще возможно сделать. И сейчас пускай он сделается. И только тогда мы запустим производство. Потому что, ну, как-то не хотелось бы тратить на это много времени. Вообще, конечно, уже автоматизировать можно. Спокойно автоматизировать можно. То есть, в данном случае мы можем загружать все дронами. Но как-то я, честно говоря, немножечко не хочу пока что вот так начинать это делать. Ну, понимаете, просто как-то выглядит как будто кустарный способ, что ли. Хотя, может быть, почему бы не начать делать. Производить довольно-таки быстро. Надо подумать. Надо подумать. И почему бы нет, да, кстати? Серьезно. Кстати, и... А давайте-ка мы прям так и поступим. Сундук запроса нет. Вот этот сундучок ставим здесь. Здесь мы выставляем. Ну, к примеру, вот так вот. Сейчас мне интересно, поскольку по 100, скорее всего, складывается. Так, здесь делаем сундук запроса. К примеру, блин, вот. Ладно. Давайте ставим с краешку. Разбегаются глаза, к сожалению. Так. И здесь мы запрашиваем полупроводниковые. Вот это. Потом вот здесь вот это. И пластик. Пластик. Готово, ребят. Улучшенные компоненты. Здесь раствор хлорного железа нужен мне. И золотые... А, вот. Ах, ты ши... Вот я постоянно такой вот пытаюсь обогнать сам себя. Постоянно у меня такое происходит. Золота-то нету. Золота вообще нету. Я его не добывал. У меня ни разу оно не добывалось. И, собственно, сейчас как раз таки ради золота я и затеял эту серию. А занимаюсь уже 7 минут какой-то дичью. Единственное, что осталось сделать, это вот здесь вот. Вот в этом месте поставить сундук запроса. Вот тут вот. Только, ну, давайте как-нибудь объективное, да, количество сделаем. И еще проверить здесь. Да, все. Система работает. Теперь нам нужно отправляться в самый низ, ребятки. И начать войну. Честно скажу, как-то не очень хочется влезать. Потому что там бой будет в лесу. И это всегда неприятно. Но, с одной стороны, это всегда удобно для меня. Потому что враги через лес идут. И они как бы тормозятся. Но вот когда я здесь начну водиться. То есть я выйду из леса. И, ну, в общем, будут проблемы небольшие. Ладно, посмотрим, что с этим можно сделать. Аккуратненько, потихонечку. Начинаем пробираться. Где-нибудь вот здесь вот быстренько заставляем все вышками. Потому что, по-любому, по мне сейчас, вот уже они, видите, встрепенулись. Кстати, давайте перекинем вот так. Вот так вот сделаем, да, то есть. Они уже встрепенулись, я вижу. Так, и уже можно поработать орудиями, да, то есть. Ну да, все, орудия уже работают. Нормально. Все отлично. Пушки тоже справятся. Мне кажется, они даже справятся очень хорошо. Прямо работаем, вообще работаем без остановки. Смотрите, я даже снарядами этими попадаю по... Есть, 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 есть. Надо именно быстрее здание убивать. Потому что, к сожалению, они так быстро спавнятся, что... Ну, просто до безумия. Вот видите, что происходит? Их очень много, но две вышки спокойно справляются, то есть. Потому что они не успевают. Ну вот, начинается. Да, а зачем? Я не понимаю, почему он так спамит прям мне? Что не может поднять прям так. Не удается вставить малый желтый инопланетный материал и не торопит. А не надо его вставлять. Зачем мне постоянно об этом спамить? Я не понимаю. Единственное, что меня бесит вот в данный момент развития игры, это то, что нету ремонтных каких-то улучшений, да? То есть нету улучшенной какой-то ремонтной секции. Вот это вот бесит. То есть не какой-то секции. Ну, каких-то инструментов, которые бы улучшали бы скорость. Давайте так через... Как сказать? Через бой. По-другому никак. То есть враги-то все равно по мне стреляют. Приходится каким-то таким тяжелым моментом. Смотрите, как они хорошо. Тоже крошат, да? То есть... Так, здесь готово. Да давай задний ход, а! Так. Рискнем, давайте. Немножечко тут осталось. Блин, тяжеловато, тяжеловато идет вообще. Он еще и промахивается. Есть, успел, успел. Отработали. Огонь! Зеленые вышки, кстати, следующего уровня. Так, давайте починимся. Здесь базу отбили. Это как бы ладно. Но вот дальше там две базы. Представляете, они две базы и довольно-таки громадные. Давайте с них начнем. Представляете, мне здесь придется очищать все от леса, чтобы поставить здесь... О, господи. Они уже бегут. Огонь! 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 Со всех сторон, ребятки. Да, расширяем немножко здесь территорию. И основную вот массу охранников нужно сейчас убить. Да, и там уже будем думать. Так, задний ход. Ну, как видите, лес очень спасает, на самом деле. Очень спасает. Так. Здесь можно уже, в принципе, начинать бой, кстати. Я даже не вижу, я попадаю по ним, не попадаю, непонятно. И вот, смотрите, приходится работать на такие дальности, да? То есть, приходится работать вообще очень так ювелирно. И я не могу осветить себе территорию нормально. Понимаете, вот в чем проблема. Жесть их, сколько. Так, я не понимаю, меня кто-то... Да, меня кто-то пуляет, я просто не вижу, кто. Так, еще, наверное, пушечку надо поставить сюда, потому что сверху, я смотрю, идут. И мне это не нравится. Так, вот здесь вы давайте поставим. Так, окей. Так, давайте починимся. И... Продолжим. Вот сейчас с двух баз, с двух баз на меня нападают и пытаются убить. Там, если кто-то, кому интересно, там постоянно атакуют вот этот объект, который постоянно чинится. И уведомление о том, что у меня не хватает бетона, чтобы залить все. Но бетон производится, как бы, и потихонечку проблема решается. По ходу, так сказать, производства бетона. Так, знаете, знаете что? Я, наверное, думаю, что здесь тоже надо бучки поставить. Потому что слишком далеко приходится как-то так. Давайте вот сейчас основную... Основную массу тоже давайте поработаем пулеметом. Основную массу сейчас убиваем. И если... Я сейчас подумал... Нет, еще патроны есть, хватит. Так. Давайте здесь, здесь. Ну ставьте, ставьте, пожалуйста. Да, минус одна вышка, похоже. Посмотрите. Даже такие навороченные вышки, как у последнего уровня, они не справляются с такой огромной... Просто ордой этих монстров. Так, теперь давайте аккуратненько начнем. Просто вблизи, можно сказать. Ах ты, заряза. Давай, давай. Вот светло стало, сразу видно. Все, как тут вообще? Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее. Прям хочется, знаете... Не хватает здесь на самом деле... Не то, что какой-то вот именно... Танка нового, да? А именно не хватает артиллерии. Не хватает каких-то ракетных залпов. Ну что-то типа такого вот не хватает. Ладно, это было довольно-таки проблематично, я бы сказал. Но... Как бы эффективность видна, да? То есть просто вообще... Давайте, давайте, давайте. Вот сюда куда-нибудь давайте прорываемся. Ай, блин, нет. Пока основную массу не убьем, ничего тут... Нечего делать. Они еще какие-то вот эти жуки стали. Они медленные. То есть они медленно так передвигаются. Они не хотят... Давай, давай, давай. Воу, 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 воу. Воу, вот такими темпами я тут долго не проживу. Так, давайте выйдем, починимся, конечно же. И... Куда ты поехал-то? Починимся и добьем эту базу. И, в принципе, все. Золотая лихорадка начинается. Потому что мы сейчас откроем золотой рудник. И здесь работы очень много предстоит. Здесь предстоит построить заборы, стены. Предстоит... Привезти электричество. Поставить буры. Поставить все это. Привезти железную дорогу. Привезти железную дорогу. Запустить ее. Начать перерабатывать. Ну, ладно, ладно. Не буду врать. Все-таки... Перерабатывать... Перерабатывать уже... Само золото там, наверное, очень легко. Там один... Ну, две... Одна-две печки будут этим заниматься. Так, вот это напрягает. Я не могу добить последнее здание, да? Все, наконец-таки база... База... Да, уничтожена. Ну вот, откуда вы бегут, видите? То есть... Здесь я ничего не могу поделать. Они, похоже, будут теперь постоянно оттуда выбежать. И... Это неизбежно. Так, первое, что мы сделаем для моей базы, это, конечно же, правильнее бы было всего расчистить территорию. Поэтому бронебойные патроны. Ого! Давайте-ка мы их и сделаем, да? То есть здесь всего медь и сталь нужна. Давайте сделаем. Пускай делается для дробовика. Ну, кто не знает, у меня дробовик используется не как оружие, а как моя бензопила. То есть я ей просто разрабатываю территорию. Кстати, здесь я, наверное, сразу и буду уголь еще и добывать, чтобы по полной программе. А тут что у нас? Ну, никель. Ну, вот никель мне точно не нужен. Никелевая руда, я же добываю ее. Да, никель, это никель. Почему я проверил на всякий случай? Потому что я до сих пор не знаю, как выглядит кобальт. То есть руду под названием кобальт, кобальтин, я до сих пор не нашел, ребятки, да. Вот такие вот дела. Так, давайте починим здесь вышку. И тут вот аккуратнее уже надо будет думать и расчищать. Так, конечно, кстати, в принципе, сейчас я и руками даже быстро копаю деревья эти. Ну, рублю, ладно, рублю. Но все-таки вы видите, что эффективность дробовика просто зашкаливает. Особенно если вот на пределе дроби, так скажем, мы держим наш ствол. Вот он прям вообще очень хорошо, очень хорошо чистит. Большое количество золота. Не зря я этот рудник выбрал. Именно это место для... Так. Сюда теперь нужно... Сюда нужно теперь электричество. Давайте, наверное, сбегаем. Нет, далеко бежать. Серьезно, далеко, потому что, ну, вот здесь вот и я вот здесь нахожу. Единственное, что здесь можно оставить, здесь я оставлю вышки. Пускай будут. И давайте съездим, проведем сюда электричество. Начну я именно оттуда. Делаю себе такой просвет небольшой, по которому буду ездить туда-сюда. Потому что ездить здесь придется еще не раз. Сейчас, я уверен, в любом случае мне не хватит сейчас ресурсов, чтобы, ну, полностью... Полностью построить базу. Там, стен может не хватить, лазерных вышек. В общем, чего угодно, в принципе. Так, вот где-то здесь... Вполне может такое быть, что... Эм... Эти провода могут снести. Особенно вот там вот. Но посмотрим. Честно говоря, я еще ни разу не видел, чтобы мне вот так вот именно, ну, как сказать, направленно на провода они бежали. В большей степени они бегут на вышки, на загрязнение. Поэтому провода это... Если они, наверное, на своем пути, мне кажется, встретят провода, Вот тогда они, наверное, ну, как бы, постараются их сгрызть. Так, все готово. В принципе, здесь... Немножечко только нужно расширить. Я даже свою вышку задел. Ой, еще вышку задел. Простите, пожалуйста. Так, немножечко только расширить, потому что... Вблизи вообще невыгодно ставить. Ну, то есть вот так вот. Стены вообще невыгодно ставить. Должно быть расширение какое-то для установки и вышек для... Так, я тупо не вышу свою вышку. А, вот. Вот они. Черт. Так, и давайте где-нибудь здесь начнем. Плюс здесь еще будет пошире, потому что здесь будет приезжать поезд. Вот так он, наверное, будет приезжать. Мы давайте с него же и начнем, потому что... Планировка, наверное, базы должна начинаться с самого главного. Так, поезд где-то вот здесь вот будет у нас приезжать. Плюс здесь еще место есть, где можно хранить. Так. Давайте вот так вот. И, допустим, заворот, да? То есть вот так вот. Здесь мы сейчас... Оп, убираем. И вот так вот пошел. Заворот. Поворот. Заворот, наверное. Или как вот, интересно, правильнее? Заворот или поворот? Так, здесь ставим. Ставим. И смотрим. Так, полностью вмещается поезд здесь. Отлично. И вот теперь мы еще... Еще, 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 еще. Вот здесь вот этого оставим, потому что... Вот этого. Вот этого. Вот этого. Это оставим, потому что здесь у нас будет... Вот такая стена, да? То есть она будет... И когда к нам, допустим, вот, ну, где-то отсюда или отсюда начнут бежать, то мы сможем как-то закрыться именно лесом. То есть лес будет мешать попыткам прорваться к нам. То есть как-то так. Как видите, новый инструмент алмазный. Я в какой-то, не помню, из каких-то из предыдущих серий сделал алмазный себе бур. Хочется почему-то сказать, как в Майнкрафте, да? Но здесь бура нету, поэтому я сделал всего лишь себе кирку. Точнее, вот этот вот универсальный инструмент. Там и кирка, и... И ломает, и добывает, и тому подобное. Так, здесь я, наверное, оставлю... Наверное, даже впритык оставлю где-нибудь ворота. То есть здесь будет вход. Так, это давайте переместим вот сюда. Также начнем обустройку именно для всего здесь. Потому что, не забывайте, придется прям вот, ну, как-то так вот. И здесь я поставлю... Ну, не буду какие-то прям прямые линии делать. Я здесь вот так вот как-нибудь сделаю. Так, и здесь, допустим, к примеру, ну, вот так вот. Здесь, к примеру, как-нибудь вот так вот. Вот, и здесь уже вот так вот. Ух ты, это что у нас? Вольфрам. Да давайте по нему прям по этому вольфраму сейчас пройдемся. Да, давайте-ка я прям вообще... Прям вот... Прям вообще-вообще сделаю базу здесь. Закрой все ресурсы. То есть сразу начну оборонять все ресурсы. Пускай будет именно так. Так, потому что по-другому, ну, я что-то не вижу смысла здесь делать. Потому что рано или поздно мне эти ресурсы могут пригодиться. И лучше пускай у меня сразу будет готова оборона. К тому, чтобы здесь уже так обороняться хорошенечко. Так, вот здесь уже я немножко лишканул. Это мне уже немного... Настолько не надо. И вот здесь мы уже начинаем угол смещать вниз. Где-то так. Вот это пищание. Постоянная система говорит, что не хватает того-то, того-то. Не хватает того-то, того-то. Это постоянное пищание. Оно немножко напрягает. Так. Ну, в принципе, понятно, да? То есть мы окружили сейчас всю нашу базу питанием. То есть без проблем вообще. Все. Так, вот последний провод. Он даже соединился в круговую. Отлично. Теперь... Теперь, теперь, теперь. Где мой танк? Танк а-ля... Надеюсь, кстати, в модернизированном танке, надеюсь, больше, намного больше места. Я бы очень хотелось бы, чтобы так было. Так, а вот здесь вот немножечко я не вижу уже, блин. А нет, все нормально. Я бы очень хотел, чтобы там было побольше места, потому что, ну, в мой танк он уже как-то так не очень серьезно может вмещать вещей. По крайней мере, стены, заборы, которые я люблю с собой возить в большом количестве, ну, к сожалению, он уже не может вмещать в том количестве, которым бы мне хотелось. Так. Это первое. Первое, обязательное, что нужно сделать вообще для базы. Поставить заборы и вышки. И вот уже в безопасном, так сказать, окружении, да, то есть уже какой-то такой безопасной территории можно уже творить что угодно. То есть уже можно там начинать строить, можно вот тут вот, как видите, уже углом идет, но здесь вот можно, к примеру, какие-то углы выдавать. Вот так вот, к примеру, что-нибудь. Ну, вот здесь. Вот единственное, что мне больше всего бесит, это темнота. Потому что вы, понимаете, вы не можете... Да ладно, ну серьезно, а? Ну, вот я вижу, валяется пушка, но я ее починить уже не могу, так как разобрал, и она как бы разобранная, поломанная валяется. Это вот минус небольшой. То есть нельзя починить предметы, которые валяются на земле. Это как-то и нелогично, и... Ну, хотя, может быть, кто-нибудь сейчас прикопается, 100%. Почему же логично? Ты же не будешь на земле чинить. Ну, как бы на руках же у меня получается создавать суперинженерные какие-то вещи. Почему бы и на земле не починить раз в век что-нибудь? Так, патроны давайте вот эти вот отменяем, потому что, ну, какой-то уже совсем уж долго он их делает. Так. Эх ты ж, ну, чуть-чуть немножечко, видите, не получилось, потому что... Вот здесь не могу, потому что строить, потому что там поворот. Не знаю, кстати, почему на повороте нельзя строить. Ну, скорее всего, самой игрой не получается это делать. Так, и, в принципе, остается освещение и вышки. С тех мест, которые, ну, как бы это сказать, мне меньше всего, да, то есть меньше всего ждать нападений, я буду так, ну, халатно относиться к обороне, вот так вот скажем. Ну, там как раз-таки где вот что-то место где-то здесь, вот открытых мест, да, то есть здесь уже надо будет постараться. Потому что, во-первых, то, что вот здесь, тут лес, да, то есть хорошо можно будет отстреляться из-за леса. То есть лес не будет... Ах, знаете, я что забыл, я вспомню их сейчас. Я дронов не взял, то есть поставить сразу здесь установку, которая бы... Сразу бы с дронами лежала. Ну, хотя мне бы не хватило места еще взять кучу инструментов ремонтных для дронов, то есть чтобы, ну, сразу под максимум заложить там их. Ну, вот как видите, получается так, что мне приходится буквально просто потратить... У меня даже не хватит, понимаете? Так как я расставляю вышки, мне даже не хватит. Скорее всего, здесь я еще халатно ставлю вышки. Потому что это вот как раз-таки место, где, наверное, будет бой самый главный. Так, временно пока оставляем здесь. И где-нибудь здесь, и, ну, где-нибудь здесь. Я не знаю, ну, может быть как-нибудь. Фух, ну что ж, эта территория готова. Готова. Конечно, освещение потом поставлю, ну, когда уже будет темно. То есть понятно будет, как лучше, хотя на углах и так понятно. Так, я специально за кадром еще скрафтил большое количество, как видите, буров. Самых мощных, насколько могу себе позволить, по крайней мере. И если я даже не ошибаюсь, да, это МК-3 и вот МК-4. То есть здесь мощность добычи 6, область добычи 13 на 13 и, ну, как бы, скорость добычи 1 на 20. А мощность добычи и скорость добычи, чем интересно, отличается? Вот непонятно. Так, вот здесь 11 на 11, здесь 13 на 13. Чувствуете разницу? Но даже вот этот вот огромный бур, он уже впечатляет на самом деле. Так, и давайте его начнем. Так, вот будем аккуратненько, так прям, по каждым углам, я бы так сказал, да, то есть... То есть, как бы, вот здесь вот так вот... Как-то вот, стоп. Здесь, в общем, вот так, здесь вот так вот нужно. И вот, блин, вот так вот поставим. Так, давайте дальше. Вот так вот. Потом... Ох, ты ж. Вот, по-моему, здесь где-то, да, то есть... Вот, вот так вот нужно ставить, да? Так, здесь... Я не хочу, чтобы ни один, ни один кусочек ресурса не оставался недобытым. Вот это самое печальное. Да, можно наобум накидать тут просто-просто, накидать и все. Но, как бы, не хотелось, да? Хотелось бы, чтобы это все правильно было. Так, вот здесь вот... Так... Так, все нормально вроде бы. Так, вот здесь вот уже видно, что не получается. Здесь вот еще выше... Нет, там можно даже вот так вот. Так, потом... Ну, здесь по-любому вот так вот. И вот здесь по центру я прям понимаю, что есть... Ну, прям видно даже, да, что... Какой-то пятачок есть, который не задевается добычей. Поэтому посередине еще ставим. Да... Вот... Слов нету, ну, серьезно. И при том, посмотрите, чем занимаются... Заняты мои... Заняты мои слоты. Нет, давайте... Тратительная система, когда мы выкладываем из инвентаря, мы... Начинаем складывать все. Все, что в инвентаре лежало. Это тоже немножко, ну, неправильно. Прямо захламило тут у нас. Так. Конвейер у нас есть. В принципе, я здесь сразу же могу уголь, кстати, добывать. И по-хорошему, наверное, так и нужно поступить. Жалко, нету каких-то умных конвейеров, которые с датчиками, да, к примеру, могли бы отсеивать влево-вправо. А возможно и есть. Просто я об этом не знаю, настройки этой. Так, и здесь бы, в принципе, по-хорошему и добывать же еще и уголь. Но я думаю... Я уже, наверное, продолжу это к следующей серии. Надо было... Разбить немножечко... Съемку. Опять я вот неправильно снял. Не нужно было показывать вам, как я буду устанавливать буры. Это и так понятно, что как-то... И так понятно, как они устанавливаются. Но все-таки... Ну, блин, вот... Накосячил в этом плане. Ну, ладно. В общем, посмотрите, тут даже посередине немножко меди есть. Вот генерация рут немножко неправильная. Она накладывается на друг друга, блин, отвратительно. Но все-таки, ладно. Здесь же еще поставлю буры, которые будут добывать уголь. Вольфрам... Вольфрам... Ну... Кстати, вот здесь у меня вольфрам где-то есть. Я его еще не добываю. Ну, значит, он мне пока что еще не нужен. Поэтому я буду пока что только добывать уголь и тоже его увозить. Хотя, может быть, и вольфрам сразу, может быть, начнут добывать. Посмотрим. А, скорее всего, может быть, даже и в следующей серии вы это увидите. Всем всего, удачи и пока.